Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Роскосмос у нас действительно очень большая организация, у них очень много компетенций. И вот мы даже сегодня проговорили, что есть и компетенция в сфере транспорта, в сфере трамваев. Поэтому это тоже мы рассматриваем, это тоже может быть точкой для нашего развития. Также в рамках встречи обсуждалась и судьба Салаватского химического завода, находящегося в сфере ведения Роскосмоса. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что у Госкорпорации есть планы по диверсификации производства в Башкортостане и началу выпуска продукции гражданского назначения. Передавать предприятия под контроль сторонних структур, в том числе частных, не планируется. Ну и напомню, что Салаватский химический завод является единственным в России производителем гептила, этого важного компонента ракетного топлива. И здесь глава республики, в целом республика нас здесь поддерживает с точки зрения развития предприятия. Здесь две перспективы. Первое, это, коли у нас такой завод есть, Салаватский химический завод, значит здесь можно сконцентрировать производство всего того, что мы потребляем. Не только гептилы, другие виды топлива. Понимаете, мы должны это оценить, эти перспективы. Ну и отмечу, еще в 2014 году на заводе стартовала реконструкция производства гептила. Завершить модернизацию планируют до конца следующего года, ну а ввести установку в эксплуатацию уже в 2022. Общая стоимость проекта превышает 7,5 миллиардов рублей. Молочная кухня разработает новые бренды своей продукции. Госучреждение, созданное в регионе, объявило о завершении торгов, в ходе которых определило разработчика, который и займется брендингом. Согласно документам, работы выполнит московский индивидуальный предприниматель Александр Воробьев. Из информации, размещенной на портале госзакупок, следует, что разработку брендирования оценили почти в 1 миллион 400 тысяч рублей. Исполнителям предстоит провести анализ состояния рынка и ассортимента молочной продукции, а также федеральных и региональных участников рынка. Кроме того, будет и проведено количество исследований аудитории по восприятию бренда молочной кухни. На основе анализа будет разработана стратегия бренда, включая слоган, идеологию и ключевые ценности. Уникальное торговое предложение и концепцию также будут подготовлены и основные рекламные макеты. Выполнить условия договора предприниматель должен до 20 декабря текущего года. Восемь городов и сел Башкортостана стали победителями четвертого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Они получат федеральную субсидию на реализацию представленных инициатив. Башкортостан, кстати, в числе регионов, где реализуется наибольшее число проектов по итогам конкурса. Но эти самые проекты предусматривают создание и развитие общественных пространств, благоустройство парков, исторических и культурных центров. От республики Вашкортостан было подано один заявок, из которых восемь победило. Это шесть городов и два исторических поселения. Баймак, Белорецк, Училы, Сибай, Даликаново и Благовещенск. Два села Зилоэта, Доскресенское. Победив данные проекты, привлекли более 500 миллионов рублей. Ну и всего на участие была подана 301 заявка из 76 регионов страны. Из них победили 160 проектов. Согласно решению правительства, призовой фонд на четвертые и последующие конкурсы будет увеличен в два раза – с 5 до 10 миллиардов рублей. Ну и добавлю, за первые три конкурса поступило больше тысячи заявок, ну а победителем стали 240 проектов. Ну и на их реализацию с федерального бюджета выделили 15 миллиардов рублей. Ну и полностью завершены 84 проекта победителей за 2018 и 2019 годы. Следственный комитет обнародовал видео допроса подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. На опубликованных кадрах участники разбойного нападения рассказывают, как ограбили пенсионеры и расправились с ним. Напомню, преступление было совершено 9 июля в доме ветерана в селе Леузаки Гинского района. Накануне стало известно о задержании подозреваемых. Ими оказались 41-летний односельчанин жертвы и 32-летний житель Челябинской области. Ну и как выяснили следователи, приятели узнали, что пенсионер хранит у себя крупную сумму денег и решили ограбить мужчину. Он начал опыскать зал, громко шумел, вообще сидел где-то, проснулся и проснувшись сказал, кто здесь. Ну и также подозреваемые признались, что оглушили пенсионера, ударив тяжелым предметом по голове и от полученных травм ветеран Великой Отечественной войны скончался. Злоумышленники обыскали дома и нашли деньги, ну а после спрятали их в лесу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий пакет с похищенными деньгами изъяли, сейчас оба подозреваемых ждут суда.